Валентин Александрович, скажите, пожалуйста, а шпионов, что мало, действительно, так сказать, не так тревожна эта проблема? Знаете, Евгений, и шановная студия, добро пожаловать всем. Я хотел бы сказать, что на самом деле люди чувствуют очень правильно загрозы, которые есть в стране. А от загрозы ожидают результатов от органов, которые покликаны бороться с этими загрозами. Такой простой мовой и нужно общаться. Загроза – это військовая агрессия, загроза – это терроризм. Нема дня, и мы сейчас, вы знаете, поступаем достаточно нетрадиционно, чтобы мы не публиковали и не оприлюднивали для всех, для вас, кого сами мы затримали. И с какой диверсионной или террористической метою той или иной правопорушник или правопорушница вышла на то, чтобы сходить злочин или теракт. Причем действительно вокруг тех территорий, которые есть Донецкой и Луганской областями Украины. Поэтому люди правильно ожидают, и служба это понимает, и расстановка наших сил и засобов именно на это и спрямована. Другая – борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией – это сейчас не просто борьба. Я ответственно могу сказать, что коррупционеры – это, по сути, сейчас внутренние оккупанты. И то, что целые функции государства, надра государства, там фактически надбание все те, что есть властью всех граждан, всех государств. Сейчас отдельными коррупционными органами не просто приватизированы, а продолжают использоваться, использоваться для собственного сборачивания. Приклады, даже наши последние затримания, обшуки, отстранения от посад и керевников Укрзалізницы, и керевников Укрпошти, и керевнистям Министерства экологии, и любое министерство. Затримаем на хабаре, Евген, отстранения от посад, криминальные проведения, пресса, вы поддерживаете, люди поддерживаете. Что изменилось? Да ничего. Одного коррупционера отдали за грати, пришли другие, продолжают те саме. Поэтому наш висновок службы, с которыми мы хотели поделиться с людьми, такий. Я думаю, что нужно оголосить нулю толерантность в принципе коррупции в правоохоронных органах насамперед и в судах. Раз. Друге. С понедельника мы готовы и запрошиваем службу до нашей антикоррупционной ради, людей и активистов по борьбе с коррупцией. Я вам обещаю, что мы готовы таких молодых людей, в частности, которых я вижу и тут, кто действительно не поддастся на коррупцию, кто действительно допоможет нам на керевных посадах, особенно в областях, бороться с коррупцией. Будь ласка, с понедельника такие эксперименты, такие призначения начнутся. И третье. Можно даже озвучить, с каких областей мы начнем. Евгеньевская область насамперед. Есть такие активисты, они, кстати, не знали, что я это буду оголошивать. Я могу просто их запросить. Ярослав Антоняк, Денис Казанский, Сергей Иванов. Это те люди, которых мы знаем, как и вы все. Читаете их блоги, видели, возможно, на Майданах, видели в антикоррупционных, общественных расследованиях. Я думаю, настав час таким людям працювать в службе и на керевных посадах. Чтобы очищение влады перейшло к оновлению влады. И служба безопасности тут не есть включена. Новые имена, это красиво, да, действительно. Об этом можно красиво заявлять, срывать аплодисменты. А инструментов в руках вот этих новых лиц, которые, возможно, появятся в антикоррупционных ведомствах, достаточно или нет? Или это снова все закончится просто пиаром? Не просто, никакие, это не пиар. Призначение на посаду, это закинчивается пиаром. Когда молодые люди, я сейчас вижу, когда вы начнете командовать батальоном, как только ты руководишь боевой группой Альфы, которая на завдании, пиар закончился. От тебя, как молодой человек, уже ждут и подлогие, и твои коллеги, что ты не зрадишь. Но люди тебя видят, особенно на месте, если ты активист и сказал, что ты готов бороться с коррупцией, если дальше коррупция продолжается, а ты на руководительной посаде, в областном управлении службы инспекции, то ты не оправдываешь, и это главные критерии. Подкритие и подзвитие. Только так, дружище, по-другому. Вы же не планируете набирать людей с улицы? Критерии все равно к этим людям должны быть? Критерии есть. Люди проявились, они активистами, они имеют общественные организации, они, по сути, сами сделали немного больше иногда, чем люди, которые до этого времени занимали те или иные посады. Особенно в сфере бороться с коррупцией. Это и есть главный критерий. Результат. Валентин Александрович, Вы назвали фамилию господина Иванова, известного блогера Луганского. То есть количество публикаций разоблачений по поводу луганской мафии, включая Ефремова и прочих губернаторов, зашкаливает. Читали все, видели все. Что мешало за истекшие 6 месяцев, как Вы являетесь главой службы безопасности, сдвинуть эти дела с мертвой точки и, как Вы часто в своих интерьерах говорите, довести их до суда? Необходимо назначить Иванова в службу безопасности, чтобы что-то поменялось? Ничего не вызывало и не вызывало. Я Вам ответственно и всех информую. Криминальное проведение за 110 статей. Посягание на территориальную целостность и конституционный лад нашей с Вами государы. Открытые и расследуются. В том числе, за допомогой и пана Сергея Иванова. Такая работа была проведена. Вона на сегодня завершена. Итак, криминальное проведение против гражданина Украины Ефремова. Открытые и расследуются. Против граждан Украины Калетник Оксаны. Открытые и расследуются. Против граждан Украины Левченко, Колесниченко и других, которых мы все обрунтованы не только подозриваем, но теперь обрунтованы будем за законом переследовать и передавать справы до суду. То, что касается одиозных фигур, это очень хорошо. Каждый день служба безопасности Украины сообщает о задержании подозреваемых в терроризме. Сегодня было 9 человек задержанных, если не ошибаюсь. Но при этом мы не слышим ни об одном судебном процессе. Что с этими людьми? Когда их будут судить? И как вообще развиваются эти события? Потому что я боюсь даже предположить, сколько сотен людей было задержано от подозреваемых в терроризме. Но, признаться, я не слышу ни об одном процессе, который идет по этому факту, по этому делу. Друзья, я могу вам прозвитиваться сколько? Сейчас за гратами, за решением украинских судей, не СБУ. СБУ действительно затримает. Мы оперативный, гострий подраздел. Наши оперативники, або наш спецназ. Но сейчас за гратами, за решением украинских судей, перебывает 200 человек, подозреваемых в терроризме, або в диверсии, або в другом состоянии. Не только обменивают, сколько, если за тем или иным прозвищем незаконные формирования, або же их ватажки, требуют, чтобы освободить украинского вояка, будь-якого, пораненного, не дай Бог, або же здорового, те или иное прозвища, мы вертаемся к суду и просим изменить меру запобежного захода. За ради того, чтобы врятовать конкретного бойца. Там, где отдают, мы не вагаемся. И наш центр, между ведомыми и позвольненными полонами, именно на это заориентированным президентом. И цена для нас не питательна. Всех на всех. Десятки, сотни. Пане Евгении, что до злота, я, конечно, отвернусь. Итак, вести тех, что перебывают за гратами. Что касается судовых решений, то таких уже 15 прав не только было доведено суд, а и в ироки судов. Мы не впливаем на суды, но, тем не менее, критику я почув, мы просто будем просить больше, показывать и сами судовые процессы. Я не вижу там никакой таемницы. Их надо рассекречивать, чтобы все люди видели, на самом деле, что говорят уже обвинуваченные в суде. А они говорят по простой речи. Про коррупцию, про колишных милиционеров, або колишных даже СБУшников, которые, перелакавшись изменения в обществе, решили заколотить ситуацию в Макеевске, або в Горлевске. Потом пришли уже спецназ ГРУ Росии, и пошло все то, что сегодня мы видим на тимчасово окупованных территориях. Почути это, узнать это от них, от тех людей, которые обвиняют и перестали перед Украинским судом, мне кажется, это не лучшая терапия. Сколько человек мы все-таки обвиняли? Да, как раз обвиняли. Это относительно обмена или освобождение наших людей. Для нас, я хотел бы начать самое главное, что то, что сделала служба за помощью громадских активистов, представителей батальонов, таких как Донбасс, Айдар и других, мы наконец-то должны, и это правда так, всех украинцев, всех иноземцев, которые террористы, диверсанты, або другие незаконные оружие формирования в Донецке и Уланской областях незаконно отримывают. В буцегарнях, в концтаборах, в ямах, або ж поддают тортурам, в том числе в административных примещениях. Список включает и волонтеров, и цивильных осіб, и військовых наших, и в том числе споробедников службы безопасности, которые в тот или иной способом были затриманы незаконно. Станом на сегодня, освобождение, поверьте мне, продолжает. Тривая, оскільки для нас, я повторюсь, не есть вопрос, что тот или иной правопорушник с нашей стороны может быть за решением суду выдан. Будь ласка, пусть забирают. У них у нас больше, чем достаточно, и все равно они будут переследовать за законом. Нам главное забрати тех, кто остался в людей. Цифры лунают разные, но я бы сказал, возможно, так, чтобы важно конкретную человеку забрать, важно конкретной человеку помогать. Нацгвардии, так, вчера одного забрали. Сегодня, дай Бог, 23 украинских войсковых заберем. Главное, чтобы их родители узнали не про количество, какую-то цифру, действительно абстрактную, а какая сухая и ворожая, а про название, имя своего любимого, своего сына, своего человека, або своего коллегу, братина с батальона. И, вернусь к пану Иваченко, вот ситуация, ну, действительно, вот те цифры, которые вы озвучили, 200 человек, действительно, это маленькая цифра, да? И 15 справ. Я могу напоминать конкретные прозвища людей, яких, вот, житель Талаковки, он был коррегувальником, он дав показы, следователь передал справу в суд, и судья отпускает такую людину под заставу. Это привод для того, чтобы СБУ проследовала деятельность этого судья. Это, по-перше, такие люди не можно отпускать, я знаю таких багато випадков, я могу передать вам прозвища, и судей, и свечей. Мы знаем. Другие випадки, мы ловим шпигуней, мы ловим диверсантей, и так далее, передаем их в СБУ, в контррозвитку, но сейчас в этих всех службах есть конкуренция, то есть каждый хочет ловить, какого большее, какого-то это поднести для ЗМИ. То есть работа звезды. Да, если мы кого-то передаем, то, естественно, на этом мы, как бы, заработаем себе. А СБУ, которым может заниматься, или контррозвитка, или кто-то другой, не хочет, они выгадывают какие-то представления, что неправильно затриманы, не по протоколу и так далее. В таких условиях не можно делать это все, скажем, по протоколу. И таких людей не принимают, конкретно, гражданин России. Дима, вопрос понятен, давайте дадим ответить. Господин Оляченко, ну вот вы услышали его. Те граждан, которые затримаются в зоне АТО, або навколо зоны АТО, право на затримание маете и вы, мает там військовая прокуратура. Если какие-то суммы, у любого батальона есть, негайно выкликаете військового прокурора. Это моя порада. Там, где работают группы контррозвитки, службы безопасности, у нас никаких суммонов нет, затримуем, и конкуренция тут ни до чего. Сточник данного пакета. Я могу отзначити, что наши спільные группы с батальоном Айдар работают близко. С батальоном Донбас работали близко. Сидят комбати, которые это подтвердят. С нашими контррозвитниками зустрейтесь, налагодьте ваших коллег співпрацю, и мы будем один одному допомагать. Но принциповое вопрос військовая прокуратура. Коллега, мы представляем Украину и владу. Мы должны затримовать, так, но действовать законно. С тем, чтобы судья потом не отпускал ни коригувальника, ни диверсанта, ни тех, кто наводит гармати террористов на вас и на ваших коллег. Господин Оляченко, а вы уверены в том, что судей отпускают вот только потому, что есть какие-то там проколы в задержании? Знаете, я могу быть впевнен в том, что затриманья будут тех, кто переходит на биг террористов. Я могу быть впевнен в том, что служба працюет и співпрацюет с всеми участниками АТО. А суддя и их законная деятельность мают быть предметом уваги Вищей Ради Юстиции и, власне, теперь нового парламента. Потому что там признакованы. А примеры таких студий, которые сотрудничали с террористами, можете привести? Есть ли люди, там, задержанные, против которых возбуждены? В самой службе? Да. Так. У нас затриманный колишний керевник контрозвитки, генерал. Это номер три в системе Якименко колишнего СБУ. Той, який працював и против Майдана, и привозил, и сприял, я, здаюсь, в вашем эфире это тоже озвучивал, три группы генералей ФСБ и в грудне 13-го и в сечне 14-го и в лютому 14-го сюда и в Киев. Вся эта ситуация против Майдана. Он, я так понимаю, скрил все. Нет, он затриманный, есть санкция суду, он заарештованный, сидит и будет предстанет перед Украинским судом. Номер три. Будет найдено номер два и, главное, Якименко, номер один. Это, что касается чистоты наших рядов. Еще четыре офицера за статей Державная зрада. Так, и затриманы, и заарештованы. И один из офицеров колишний, еще 13-14-го годов, тот, кто проводил террористов в аэропорт Донецк, там он поставил перед судом. Он был нашей спецгруппой заарештован, перевезен в Киев и уже далее пошел. Господин Якименко, бывший номер первый в СБУ, он ведь в России скрывается? У меня прямая порада до него. Брать квиток из Севастополя, ехать сюда, на Киев, пока сполучение есть. Мы порадим, как до Херсона, а далее электричкой и постати перед Украинским судом. Хватит ходить по Севастополю. Если нет, то как? Он постанет перед Украинским судом. С ним будет так же, как и с его номером три, который переховывался, а теперь уже не переховывается и отвечает на вопросы и Генеральной прокуратуры, и Украинской контрразвитии. Пан Илья Иваченко говорит правду, что в последнее время в плане того, чтобы взаимодействие по работе с сепаратистами, по обмену пленных, ну, очень большой прогресс. Поэтому мы готовы подставить службу свое плечо в плане наведения порядка государственности, и я думаю, мы тоже поможем им в этом. Пане Иване, как раз профессионально ответить сразу на два вопроса, международные и воинские, которые касаются национальной безопасности нашей страны. На самом деле, для того, чтобы нам паниковать, я могу ответственно говорить, нет. Почему? Потому что мы уже другие, потому что силы и средства, которые расплановлены и сейчас выставлены для того, чтобы, первое, защитить людей, именно с этой метою выставляются и рискуют жизни и наши воинские, и службы безопасности, и национальная гвардия МВС. И, второе, для нас главное, все же таки на тих тимчасово окупованных территориях изолировать и выокремить террористов, организаторов, тех, кто финансирует, для того, чтобы дать возможность все же таки остановить российскую воинскую агрессию, не дать приводов заводить российские воинские не дать возможности российским воинским просуватись на тихи территории Луганской и Донецкой областей, которые еще находятся под контролем коррумповані правоохоронні чиновники, так само, які сепаратисти, так само, як колишній уряд, який сбіг сфинансував. Я имею в виду, я имею в виду, рассказывает о том, что задача Путина перестроить вообще геополитику планеты. И так получается, что, если следовать этой логике, то за всю планету, извините, за пропасть, отдувается одна Украина в данном случае. Ни западные войска, ни поставки оружия, ничего нет. Вопрос, есть ли хотя бы какие-то шансы, приблизительные шансы, того, что Запад все-таки вступит в эту войну с Россией не только на словах, не только говоря о глубокой озабоченности ситуации? Величезный шанс для Украины, и это, власне, как вы видите, последними месяцами главным завданием президента Украины, всех, кто запричатен к внешней политике, добиться того, чтобы фронт поддержки Украины от экономики до военнослужащих засобов был ширшим и более действительным. Чи он действительным с точки зрения экономики? Не до конца. Чи он действительным достаточно военнослужащим помощи? Взагаля, ее станом на сегодня почти нет. Но это не означает, что нужно, знаете, опустили руки, ой, нас никто не любит, мы передаем одни. Нет, домагаться большего фронта, большего поддержки. Это есть задача. С 28 августа неопознанные летающие объекты, точнее, неопознанные передвижные телестанции путешествуют по разным областям Украины и глушат сигнал информационных программ Интера. Мы обратились в службу безопасности Украины и нам пришел ответ, что производится возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Вы можете сказать что-нибудь, вам удалось выяснить? Я не ожидал этого вопроса, но готов, поскольку знаю и про то, как работа организована сейчас. Две спецгрупы службы работают на территории и Одесской области, и Киевской. В одних из социальных стран сегодня вертается с сусидних стран с нами мой заступник, который отработал уже до конца, и мы попросили допомоги с сусидней страны. Почему? Потому что те остаткувания на автомобиле, которое в том числе перешкоджало телевизионному сигналу телекомпании Интер, машина от наших спецгруп ховалась, выезжала на территорию Сумижной страны, то есть сусидней. Для того, чтобы их там захопить или хотя бы не давать перехватить от наших спецгрупп, заступник вертается, я думаю, как только мы захопим, мы дополним вам, и больше, чтобы вы наконец-то показали и остаткувание, и саму машину, и главное замовники, чтобы назвали тех, кто выполнил. На самом деле проблемы еще не исчезли. Я вчера вернулся из Херстонской области, Глушад до сих пор. Глушад до сих пор, да. Я не называю как Украина, потому что это теперь наша спорная операция, но очень надеюсь на результаты. Это рука внутренняя или внешняя? Как вы думаете? Ну, безумно, выконавцы наши. Наши? Выконавцы наши. А заказчики? Они ховаются на территории сусидней державы. Как только чувствуют, что наша техника их закрывает и проводит локацию. Значит, в России всегда вся работа Федеральной службы безопасности строилась на трех принципах. Это компромат, деньги, наркотики. Вот второй вопрос. Служба чем-то уже отвечает от Федеральной службы безопасности? Наркотиков не вживаем, алкоголь тоже. А если бы более серьезно и профессионально, то агентурная работа, вы, может быть, с профессионалами говорили, это основа работы любой спецслужбы. Украинская не может быть и не есть исключением. Но и но начинается с лютого, 20-х числа лютого этого года. В тот момент, когда стреляли в мирных людей на Майдане, наших молодых людей, и убивали их, в этот момент попередним керевництвом службы, керевником, был выдан наказ. И все оперативные и другие дела, которые касаются работы службы, знаете, когда были перевезены? Больше 80 мешков. Сиферополь, Крым. В 20-х числах лютого. Мы еще все, кто, больше из этих студий, молодые люди, видели меня на Майдане, и мы там были. Но уже тогда были перевезены. В 20-х числах мы журналистам про это уже давали доступ. Так само в середині самого дворика с СБУ на Володимирский, с залезными шафами, так званими сейфами, еще радянскими, было вибудовано коло и величезным сгаришем палили. Знаете что? Я вам скажу, что оперативные справы против опозиции, партия «Удар», кандидат президента Порошенко, Батьковщина, сервери, все, что вылучала спецслужба в часах Януковича, незаконно, все, что фабрикировали, в том числе, будь-якие черные публикации або черные материалы, все это величезным сгаришем спалено. И я дав наказ не прибирать, залишить в середине, чтобы все видели. Вы очень правильно сказали о неотвратимости наказания для государственных преступников. Недавно Верховная Рада и президент уже подписал, принял закон о зоочном судебном производстве. Будет ли Служба безопасности Украины инициировать специальный закон, который позволит принудительно доставлять государственных преступников Украины с тех территорий, где они сейчас находятся? Только декларируя принцип неотвратимости, каждый преступник, который совершил преступления, нарушающие государственные интересы Украины, будут знать, куда бы он не уехал, в Российскую Федерацию или куда-то, он будет доставлен принудительно здесь, сюда, в эту страну и будет подвергнут судебному преследованию. Питания в Украине спецподразделу активных операций с дозволом законодавца и дозволу таким спецподразделам на затримание и доставку до суду, это все же важно понимать правовый момент, тех злочинцев, которые скроили злочины против людей, терроризма и злочину наиболее коррупционную безопасность.